Это проект «Мы и они на выезде» и я его автор, Мария Шах. Я наконец-то выбралась из своей уютной московской студии и решила проехаться по России, чтобы показать, как живут иностранцы в разных регионах. И я вам скажу, что наши гости живут в самых разных условиях. А можно как-то поаккуратнее? Да, это не так, еще немного, еще немного, еще немного, чтобы я не могу сказать. Йорк Дус, Швейцария. В 97-м году приехал на несколько месяцев волонтером в Тарусу. В итоге остался и своими руками построил настоящую деревню. Гордится тем, что восстанавливает исконно русские традиции. Наш менталитет уже давно считает родным, а себя называет кармическим русским. Искусно миксует швейцарские стандарты и местные обычаи. Обожает свою жену Наталью. Воспитывает четверых детей и точно знает, что секрет семейного счастья в совместном быту. Йорк, мы находимся в поле. Сзади нас потрясающий лес. Мы находимся недалеко от Тарусы. Я знаю, что в эти места ты любишь приходить, когда тебе хочется о чем-то подумать, поразмышлять о важном. Расскажи, что ты здесь вообще делаешь? Какие мысли тебя посещают? Вообще, в лесу, в поле я набираю для себя сил, энергии. То, что только отдавать это невозможно. Я сюда хожу, заряжаюсь. Конечно, как-то я один не иду, я часами иду. У меня всегда с собой самый важный блокнот свой. Я пишу всякие мысли, которые приходят. В те времена мне тяжело иногда что-то новое придумать, а как-то я наедине в лесу, тогда как раз у меня мысли приходят. И через 2-3 часа я приеду назад, как заново родился. Давай начнем по порядку. Я думаю, многие наши зрители знают твою историю, но о тех, кто не знает, мы ее сейчас напомним. Ты родом из Швейцарии. И в 97-м году, когда очень многие выезжали из России, потому что мы знаем, что творилось в стране в тот момент, ты приезжаешь сюда волонтером для того, чтобы учить наших ребят деревообрабатывающему мастерству, насколько я понимаю. И в итоге ты решаешь здесь остаться. Почему? Вот честно сказать, это, конечно, если так объективно объяснить, никто не понимает. Так что в Швейцарии у меня все было. Все, большой дом, ну все. Приехал сюда, здесь у меня ничего не было. Я говорю, первые полгода даже кроват не было, спал на пол. Крысы бы ели по комнате, плохо ели, нас плохо кормили. Но еда не была в 97-м году. Но я первый день чувствовал, что здесь, вот что-то, я не могу говорить, тяжело объяснить, что-то, что-то другое, что-то меня потягило сюда. А потом как-то я начинал еще помогать людям, я просто видел, что здесь я могу что-то делать, здесь я как-то нужно. Опять, это, если чисто материально смотреть, конечно, это никто не поймет. Это что-то вот здесь внутри, просто, я мог уехать, мне все говорили, ну что ты здесь остаешься. Соба родители приехали, полгода, только что я как-то здесь жил. У них такие глаза. И в Швейцарии у меня такой диплом, я могу что угодно. Она считается очень такой престижной. Я говорю, ну пора, может быть, ехать. Я говорю, нет, я что-то остаюсь. А было какое-то особое отношение к тебе, как к такому богатому швейцарскому парню? Или русские себя сразу приняли за своего? Нет, конечно, вот это. Я помню, например, первый день, как-то меня вели в это училище, через столовое, на меня смотрели, как на обезьянницу парка. Меня везти вели, потому что они иностранцы, это 90-е годы. Там же мало было их. И часто люди просто ко мне вели, чтобы посмотреть на меня. Там для меня тяжело было, я же русский язык не знал. И я понимаю, что говорят о мне, но в чем дело, это не... Вот это очень тяжело было первое время. И, конечно, для них это... Иностранцы, в Швейцарии приехали, это... Такое было прям вот... Все девчонки замуж, наверное, хотели с тебя. Но, может, я-то не понял первое время. Может, даже хорошо, что не понял первое время. А-ха-ха. Ярк, ну давай все-таки попробуем восстановить хронологию событий. Ты приехал в Россию, поработал шесть недель волонтером, уехал обратно, а потом вдруг решил вернуться для того, чтобы восстанавливать российскую деревню. Почему? Как так получилось? То, что у меня здесь было действительно чувство, что я могу что-то сделать. Я же вот первые восемь лет исключительно занимался вот этим благотворительным фондом. Я же сейчас, например, кормлю там 600 детей с 1 сентября до конца мая. У меня есть клуб пенсионеров. Забираем старые, одинокие люди, сделаем для них праздники. Потом у меня есть такой, мы помогаем инвалидам, получаем пенсию или их возить куда-то в больницу. Проект у меня по всей деревне. У меня вот обычно у одиноких женщин проблема ребенок в садик устроит. Деньги не хватает, чтобы платить в садик. Для этих я плачу для садика. Она, руки свободны, она может идти на работу. Также у меня проект есть, я помогаю малым, мучшим студентам, чтобы они могут доучиться. Было такое, я могу что-то делать. Я вышел, вот мой труд, мои знания, я могу что-то делать. А в Швейцарии вообще не тянуло тогда. Это потому, что тебе очень понравились русские люди или какая-то другая причина? Скажем так объясним. Это вот эта матушка Россия. Ну что-то вот это просто тянуло. У меня же было предложение или в Австралии, в Канаде. Мне сразу тянуло сюда. Я не могу вот это словами так объяснить сложно. А вообще, когда ты только собирался переехать в Россию, ты что-то знал о нас, о русских, о наших традициях, о стране? Вообще мало. Даже в школу, например, зловянские народы вот так преподавали там с краешка. Вообще мало знал. Я помню, с детства там, Брежнев, ну, на Первый майский парад стоят на маузолею, там принимают вот это все на Красную площадь. А так вообще я мало знал, честно. И то, что я приехал, я же купил два книги. Кто-то еще первый. Один, это я нашел в Швейцарии сто лет. Россия, последняя история. А второй был культура России. То есть я думал, сейчас туда ешь, но хоть почет, это надо знать. И поэтому я, конечно, сюда приехал, там, и для меня все было новое. Все. Все было по-другому. А было что-то, что тебя особенно удивило? Да, одно вещь, меня заселили первые недели не в общежитии, то, что она не была готова, комнаты еще покрасили, а заселили меня в одно пансионат, санаторий в Тарусе. Я там и один жил, я же в апреле приехал. И в воскресенье, куда я иду? Никуда не иду, но там язык не знаю, и смотрю из окна. и вижу семь человек, шесть с лопатами, один без. И как раз без, это была женщина. Я смотрю на них, и лежала куча снега слева, и эти шесть человек кидает эту кучу отсюда туда. Я час, может, больше смотрел на них, и не понял, чем она мешает там, туда. Чисто это было такое, ну, трудотерапия. И тогда, конечно, я думал, куда я попал. То, что вот есть вещи, которые терпеть не могу. Это бессмысленная работа. Если что-то делаю, надо, чтобы толк был от этого. И вот когда, конечно, я видел, реально не занимался, просто какой-то вот. Ну, бруда, ерунда. Я никогда не забуду. Я знаю, что ты живешь без интернета, и не пользуешься практически телефоном, кроме кнопочного. Но ты знаешь, что очень часто в комментариях под теми видео, которые выходят про тебя, пишут, что ты крэйзи-швейцарец. Прости, это не я придумала. Как ты к этому относишься вообще? Это вот такой стереотип. Сейчас у людей в мире есть такое предположение, что ты должен выглядеть определенной рамкой. Ты должен жить вот так. У меня вот это один дед говорил, если сосед прыгает в пол, это в колодце, ты же тоже не прыгаешь. Мне, честно сказать, вот, например, вот этот телефон, она не нужна. Она мне мешает. От того, что у меня голова всегда свободна. Наша большая проблема, что люди не понимают. Вот мозг это мышец. Любая информация, любая, картина, маленький текст, это для мозга, это как ему нужно переобрабатывать. Я всегда говорю, если где-то что-то случится, которое меня затрягивает, я все равно об этом узнаю. Меня сообщают. Я думаю, что в том числе многим людям непонятно, как можно из богатой Швейцарии переехать в российскую глубинку и при этом чувствовать себя счастливым. Поэтому я предлагаю дойти до деревни, которую ты строишь, и разобраться уже на месте, что ты там такого удивительного сделал, почему это так будоражит наших людей. Мы в деревне Лаговщина. Насколько я понимаю, ты купил это место и построил здесь практически автономную деревню. И у меня как бы вопрос возникает, а зачем? Ведь ты начинал со строительной компании в Москве. И, насколько я понимаю, твой бизнес был достаточно успешен. И многие стали размышлять, почему ты не пошел в клуб швейцарцев. Это достаточно известный в Москве клуб, где встречаются самые богатые швейцарцы. Но ты выбрал другой путь и приехал сюда. Я никогда не гонялся за деньги. Конечно, без деньги ничего ты не сделаешь, не стройшь эту деревню. Но это не мой первый цель, чтобы последние деньги зарабатывать. Это не моя задача, что если, ну, нахожусь, скажем, на этом земле. Я что-то другого тянуло. И поэтому я не... Это был этап моей жизни. Да, и она нужна была. С помощью этого я мог это строить. Но потом я понял, это не то, что я хочу жить и работать. Насколько я понимаю, что в Швейцарии ты тоже родом с глубинки. И сама концепция деревни тебе очень близка. Расскажи, чем отличаются швейцарская деревня и российская? Ну, в моей деревне 700 человек жили в Швейцарии. И у нас был бассейн, у нас был хоккей-стадион закрытый, были большие спортсалы, но в принципе было, ну, действительно, много. Здесь, конечно, деревня, если возьмем вокруг нас, там, но даже магазина нет. Ну, простой угол. Там это сравняет деревню, вот название деревни Швейцария, здесь это, я могу такое, это как анекдот. Я познакомился с Швейцарией, русская женщина, она ходила замуж на швейцарии. Из моей заседине деревни, он электрик, но он успешный, своя фирма. И она говорит, ты понимаешь, я ехал в Москву, она москвичка, сижу с вами подругами в кафе, они спрашивают, ну, ты куда там? Ну, я там в деревне живу, муж электрик. Какое у нее было впечатление, у другой подруги? Думали, все понятно, там где-то на этом. Они говорят, я им трудно могу объяснить, что это, нет, это не такое деревня, как вы понимаете, это там все есть, и он успешный, это не, значит, электрик или зонтехник, он такой. Поэтому всегда понятие русской о деревне в Швейцарии, это часто не впадает. И так же, швейцарец, он не понимает, что такое русская деревня. Это совершенно разные вещи. А почему у нас вот такое тотальное отличие случилось между деревнями? Разные люди, это разные культуры, разные истории. Вот если возьмем Россию, такая богатая культура, действительно богатая. А на западной, но другие. Я никогда не, что я, например, не люблю, как-то говорить, надо сделать, как там. Нет. У каждого свое. Пусть каждый живет так, как они вот. Вы же как живете? Живем здесь вот, то, что было, через традиции, через культуру. передано. Могу один пример давать. Мои компании работали по определенным временам. Потом говорят, давайте вот два моделя, модель А, модель Б. Модель А, например, раньше начинаем, раньше заканчиваем или позже. Что вы хотите? Давайте демократия, руки поднимай. Что ты думаешь? Один встал и говорит, нет, давайте так. Как старый с нас говорит, так и будем делать. Как-то я это рассказывал в Швейцарии, меня никто не делал. Ну как это? Это же не демократия. Ну понимаете, они так привыкли. И никогда дискуссий потом не было, нет. Старый сказал, мы работаем так, и все, и вопросы были закрыты. А как ты вообще считаешь, какие ценности есть в российской глубинке и каких ценностей нет в швейцарской глубинке? Ну то есть, если мы говорим об отличиях. Ценности в русской глубинке, люди еще больше, ближе к земле живут. Вот, например, в швейцарской деревне с трудом надо найти кого-то, который, например, зажает картошку, который что-то на земле самый связан. Там газон, цветы. У меня у родителей, у маты еще там четыре градки. Ну, а на салаты там для себя силинчат. А так, никто это же. Они вроде бы живут в деревне, но они уже далеко от природы, от земли, они ушли. А ты на чем-то зарабатываешь вообще здесь? То есть, вы продаете какую-то свою продукцию или как это происходит? То, что мы продукты продаем, это ерунда. Больше мы делаем еще, скажем, такие экскурсии. Мы хотим, чтобы люди опять узнали понемножку вот что-то, откуда чего растет. Нам направляют, например, школьники, они приезжают на неделю сюда, работают на земле. То, что сколько сейчас городских детей, они даже не знают, где, по-моему, что такое помады, ну, где они растут. Сегодня как раз один же говорит, что яйца растут на деревьях, да. Но действительно, много не знает, откуда чего вообще берется, как это переобрабатывается, как это все делается. И вот это сейчас есть еще такой цель, вот это понемножку людям опять показать. Здесь очень много построек у тебя, очень много техники, и это действительно такая прям цивилизованная деревня, все автоматическое. Это ведь все стоит денег. И непонятно, откуда ты зарабатываешь? Это, скажем так, это из моей строительной компании было как-то вот это, скажем, все сану строить. Сейчас другой. Сейчас идет тоже задержать это. И уже мы особо не развиваемся. Мы сейчас на этом году достраиваем обязательно часовню. Это у нас сейчас действительно такое. А потом у нас уже нету плана, чтобы здесь бесконечно развивать. Это тоже я считаю это проблема человечества. Начинает человек сделать что-нибудь один в подвале, расширяет, расширяет, а потом в конце жизни он зайдет на 16 этаже где-то в офисе уже своя империя даже я хочу ограничить. У нас здесь мы имеем 110 гектар. И эти 110 гектар кормят все наши люди и кормят все наши животные. А я знаешь разговаривала здесь с твоими работниками и спрашиваю а почему дорогу-то не сделаете? Дорога здесь такая вот прям конкретная деревенская. А они мне говорят а Йорк не хочет. Я говорю как это? не хочет иначе здесь будет проходной двор все будут ездить к нам а он не хочет это правда? Да нам действительно не нужна такая хорошая дорога вот проживешь одну неделю здесь сама буш говорит не надо дорога а нам то вот если вот так обсуждать для нас это не страшно мы у нас все есть во время пандемии мы здесь сидели нам вообще никуда ехать не надо у нас все свое мы сидим спокойно и живем никакие такие колебания мы здесь не чувствуем мы живем в своем обитаемом острове но придется трудиться трудиться чтобы было на столе еда сюда приехали люди сидели с нами за стол и сидит один ему даже по 30 не было он говорит вы же разговариваете с другим другом мой сын он говорит а у меня нет с друзьями мы сидим и все на телефон и как раз хорошо как-то нет интернет то что они бедные постоянно динг-динг-динг-динг-динг а чего отдых не дают человек постоянно дергает его он сюда приедет первое время они все дергаются то что не хватит что-то не идет подтверждаю мы тоже дергались а потом какое-то время человек привыкает что они дергают и он начинает расслабляться мне кажется твоих жителей можно описать таким классным словом как русский мужик ну вот именно мужчин я имею ввиду расскажи как тебе вообще живется и работается среди таких русских мужиков у нас есть понятие русский мужик а в швейцарии есть подобного рода понятия я не могу сказать что это в швейцарии скажу честно в чем отличается например сейчас в россии то что я сам особо начало как-то я приехал меня сильно удивлял русский никогда не пропадет приспосабливаться он может вот тогда еще каждый жигули волга другие машины женеву и я помню от серпухов по м2 сторону москву каждые сто метров они стояли ремонтировали тогда 90-х годов но все ремонтировали то фолга то гвоздь подсоединил что-то вот он никогда не пропадет и все русские они как-то мультифункциональны ну и то может и то может и то в Европе такого нет но там их учат узкие профессиональные вот это он знает право-лево он уже не лезет и поэтому в Европе гораздо раньше страдает чем здесь то что если там работают 10 человек и каждая зависимость от друга друга если один нет у них все встанет а здесь они беспосабливаются у меня вот на объектах было немецких монтажники что-то не хватало все ой все что делать в Германию зовет возить русские стоят рядом ты что смешься сейчас мы сделаем чук-чук-чук у немец такие глаза как это ну так и сделали почему при этом немецкие или там швейцарские деревни выглядят вот такими красивыми ухоженными вот абсолютно какими-то идеальными знаешь вот прям с картинки вот шоколадки и наши деревни то есть отличия колоссальные я тоже много об этом думал или дорога да вот как-то я приехал сейчас уже лучше стало а то что другие вещи важнее что-то другие вещи русским важнее может быть лучше какой-то праздник сделать лучше что-то вот только что-то вот это ходить горбатиться вот это а они же педантичные в Европе все такие ну даже потом они же ну перед соседом тебе же не хочешь показать что тебе газон там хуже растет вот это они же друга друга там вот этому толкает да в целом она если вот ехать в Швейцарии как турист она красивая действительно она вот ухожена ничего не скажешь ничего не найдешь но менталитет другая меня скажу так сейчас меня уже русский менталитет меня ближе того что если вот сейчас вот например возьмем я как-то последний раз был с друзьями сидел у них такие дискуссии ты думаешь я что-то не в своей тарелке обсуждают какие-то лягушки которые где-то квакат что вот другие проблемы что ли нет на самом деле вот другой мир я скажу тебе честно для меня как для человека родом из деревни а я родом из деревни здесь действительно такая очень приятная атмосфера расслабленная и мне здесь очень хорошо но я предлагаю все-таки поехать в город и посмотреть здесь в Тарусе твои любимые места чтобы узнать тебя чуточку лучше нью-йорк какая красота у нас с тобой вокруг да Мы с тобой находимся в Тарусе, и Тарусы, конечно, в первую очередь славятся своей шикарной природой. Само название города пошло от притока Оки. И вот мы сейчас плывем или идем, как говорят моряки, по этой самой Оке. И ты знаешь, что самое интересное? Что Таруса в последнее время стала настоящим центром притяжения европейцев. Недалеко от тебя как раз живет итальянский художник. Вот как ты считаешь, почему все-таки люди тянутся сюда, приезжают, а некоторые даже переезжают? Это же не только европейские гражданины, скажем, даже вот эти все, что Марина Цветая, ну даже перечисляет их много, все тянули всегда сюда. Я помню, в 97-м году как-то приехал, меня короли Тарусы называются маленькие Швейцарии. Тогда, я думаю, они прикалываются надо мной, но действительно это есть. Многие говорят, это как маленькие Швейцарии, просто природа, пейзажи. Здесь еще много художников рисуют. Вот что-то есть, она же не ровность там, рельефная, но она что-то притягивает. Вот ты неоднократно в интервью говорил о том, что для тебя жизнь в деревне, здесь в частности в Тарусе, это некая свобода. Вот что за свободу ты имел в виду и какой свободы тебе не хватало в Швейцарии? Та же пространство в природе. В Швейцарии, оно же действительно все очень зажатое. Там забор, ну грубо говоря, соседи, соседи, между деревней бывает даже нет пространства. Прямо деревня за деревней. Здесь, конечно, вот эта большая земля. И свободная жизнь, конечно. Вот, например, я могу любой день, когда я хочу, могу за грибами сходить. В Швейцарии нет. Чего-то не можно, ничего-то нельзя. И там всякие. Могу удочку брать на рыбалку сходить. В Швейцарии нет. Нужны лицензии для определенного участка реки. Для каждого пруд. Отдельно нужна лицензия. Там не... Вот я не могу, например, шашлык жарить. Надо согласиться с соседем, потому что запах идет там. Но всякие вот это... Вот здесь реально в этом плане свободны. Что хочу, то и делаю. Нет у тебя вот ощущения, что, в принципе, европейский склад мышления, он достаточно такой вот вписанный в определенные правила и рамки. А у русских вот как-то всегда все шире. Как-то мы смотрим, вот нет у нас каких-то границ. Или это нам вот из России кажется, что мы такие особенные? Действительно так. Вот, например, возьмем один пример. Вот в Швейцарии я не смогу просто так кому-то в гости идти. Если он дверь открывается, он жарахается. Скажет, ты не перепутал, что ты вот здесь новый? Здесь, в России, вообще проблем нет. Самый хороший праздник, эти вот спонтанные, пришли, они открывают холодильник, что есть, выставят, садимцы и праздничь. В Швейцарии, это, конечно, вот это большая проблема. Вот они же расписывают, у каждого есть свой календарь, вот там написано, там полгода до года впереди, как ты прихмахер, как ты откуда идет. Ну, ты знаешь, при этом Швейцария считается одной из самых богатых стран в мире, и вот банковская система Швейцарии одна из самых надежных. По-моему, более 8 миллиардов евро хранятся, и конкретно в банковской системе Швейцарии. Но здесь как бы есть некое противоречие. При этом страна вроде самая богатая, но людям жить все равно тяжело, потому что жить дорого. И насколько я знаю, что очень многие жители Швейцарии ездят в соседние страны за продуктами. Это правда так? Сама жизнь в Швейцарии надежная очень дорогая. Зарплата высокая, но высокие налоги, затраты. И люди, я же вижу, они все ходят как в кабалах. Я вот ровно 20 лет после того, что университет закончился, встретился со своими товарищами. И мы два дня встретились, потому что 20 лет реально не виделись, и все рассказывают, как, чего. Каждый борется, они считают, что там 1-2% прибыли, это уже хорошо. Я говорю, что только в России даже никто работать не будет. А там все действительно, и они все в нервах. У меня из моих ребят, четверг, которые уже психологически, психиатрически концентрировались, кто-то начинал даже пить. Ну, потому что не выдержит это все. И вот это, конечно, не видно, как-то едет человек в Швейцарии, там красивый, все. Но вот люди действительно, они на грани много. Ты затронул тему психологических болезней. Я знаю, что это действительно большая проблема на сегодняшний день в Швейцарии. У меня друзья живут в Швейцарии, и они говорят о том, что у некоторых людей доходят просто до панических атак, когда они получают какое-то письмо на почту, потому что они переживают, вдруг это налоги или вдруг их уволили. Я, честно говоря, не сталкивалась с такой большой проблемой в России, и мне как бы непонятно. А в Швейцарии какая-то проблема с работой? Ну, условно, уволили тебя, ты не сможешь найти другую работу? Сейчас стало сложнее, стало действительно сложнее. И проблема в том, что у всех есть финансовые свои обязательства. В Швейцарии же в пределах 70% людей снимают квартиры. То, что задержать квартиры, там налоги такие большие, это не каждый сможет. И каждый борется, чтобы опять держать определенный свой уровень жизни. Проблема же в том, всегда можешь что-то откладывать, и никогда не паришься. А сейчас даже название потребительской кредиты, да, люди живут выше, но шире, чем то, что они могут себе позволять. И вот это гоняет их. И вот эта финансовая гонка, это действительно, это большая проблема. Ты своих детей так же учишь? У моих детей, скажу сразу, никогда не будет финансовая проблема. Я, например, они с малых лет, они получают каждый месяц определенные деньги. С возраста увеличится это. Я говорю, вот это ваше, вы можете делать с ним, что хотите. Но ты середины месяца ко мне не проходи. Они должны хватать. И они уже откладывают. Я вижу, что-то вот, нет, сейчас это не куплю, а то, что тогда у меня заначки там заканчивают. Вот это главное. Вот у нас все учат в школе, все. Но не учат, как правильно хозяйничать с деньгами. О, спасибо. Веди. Ты же здесь часто бываешь? Твое какое-то место силы? Ну, которое можно заряжать, да, энергия. Здесь такое местечко и вид хороший. Ну, я думаю, неспроста так много творческих людей жили здесь. Здесь заряжается, да. А можно ли в каких-то моментах вообще отличить русского и швейцарца? Ну, например, как-то швейцарцы, европейцы, скажем, чай пьют. У него с тортом, торт ближе к себе, а чай и дальше. А у русского еще как раз наоборот. Почему? Почему я не могу сказать. Ну, действительно, сколько я не наблюдал, действительно так она есть. А еще какие-то, можешь вспомнить такие моменты? Ну, самое известное, это скорость, что, ну, как-то, например, швейцарец, немец, но европейец считает, он с этого пальца начинает и открывает. Один, два, вот так открывает. А русский оборот здесь маленький, он закрывает. Да, интересно. Есть много вот таких вещей, которые даже первые ты не замечаешь их, а потом начинаешь наблюдать и понимаешь, вот, как-то вот, откуда она пошла, я даже сказать даже не могу. Давай попробуем более точечно подытожить несколько сфер жизни в России и Швейцарии. Я буду называть тебе эту сферу жизни, а ты будешь ставить балл от одного до пяти и говорить, почему. Готов? Хорошо. Медицина в России и в Швейцарии. В России я дал бы четыре, в Швейцарии, может быть, пять. Но, скажу так, в Швейцарии, конечно, часто, как я сейчас это вижу, это искусственно продлит человеку жизнь. Я вот здесь ни одного, даже в нашей больнице знаю, который искусственно в кома держит. А в Швейцарии это чисто продлевает искусственную жизнь. Хорошо ли это или нет, это... Собственно, могу на своем опыте сказать, у меня был здесь один раз какой-то вирус, охватили не здесь, а там. Приехал потом сюда, сильно заболел. И мне даже потом врачи в Европе говорили, что обучение, образование медицинское здесь на очень высоком уровне. Единственное здесь, это что не все оборудованы, у каждого есть. Вот это отличается. Сфера бытовых услуг, качество и скорость. Вот здесь я бы дал три в Швейцарии, а здесь, может быть, четыре. Потому что сейчас очень большая проблема, если, например, ломается там кран, ждать сантехники, это катастрофа. Это их просто нет. И ждешь, ждешь, и идет, и потом еще, может быть, руки не из того места растут. Это действительно, это и больше и больше вот эта проблема. А здесь? Ну, первое, что здесь мужик, если мужик дома есть, он сам залезет и что-то сделает. А если кого-то вызываешь, ну, на кого нарвешься. Конечно, бывает тоже и те, и те. Открытие и ведение бизнеса в России и Швейцарии. Ну, в России я бы дал бы пять. Вот как-то я свой открыл, вообще проблем не было. В Швейцарии, но я тоже думаю, в принципе, не особая проблема, чтобы открывать бизнес. Продолжение следует... Наташ, ну, очень приятно с тобой познакомиться. Вы, конечно, потрясающе красивая пара. Хочу поговорить с вами о личном. У вас такая интересная история. Наташ, с твоего разрешения хочу спросить у Йорка про развод. Просто я знаю, что для него ваш брак второй. И очень интересно, как с точки зрения бюрократии в Швейцарии происходят разводы. Потому что я знаю, что при разводе порядка 80% нажитого имущества переходит женщине и детям. Также мужчина на протяжении, соответственно, всей жизни должен по-прежнему содержать женщину и детей. То есть закон максимально встает на сторону женщины. Ну, как это происходит в Швейцарии, скажу так. Я знаю несколько человек, мужчин, которые реально попали в бедство после развода. Потому что ты правильно говоришь, там они отдавали почти все. И он остался с ничем. Вот это есть, это факт. Сейчас вот вообще такая тенденция, конечно, она ужасная, что средняя пара сейчас в Европе живет меньше 10 лет вместе. Вот, например, мое собственное мнение, вот достижения, хорошее достижение, это не стать там профессором или что-то. Это можно учиться, сидеть, стараясь совместно жить, например, золотой свайп. У меня родители сейчас 55 лет в совместной жизни. Вот это достижение. Йорка, расскажи, чем тебя покорила русская женщина? Открытность. Русская женщина гораздо больше открыта, чем швейцарская женщина. Это большая разница, колоссальная разница. Вот в менталитете. Вот пример даже, скажем, знакомства. Я знаю русский человек, он хорошо знает, владеет немецкий язык. И он в Швейцарии, в Цюрих, пошел в клуб. И он говорит, ты не веришь, я весь вечер не мог познакомиться ни с кем. Это очень тяжело, они не допускают. Он говорит, ну он знает язык, он мог, но это совершенно другой менталитет. Но русские женщины очень часто и работают, и успевают уют создавать. В Швейцарии таких женщин мало? Ну, вообще русские женщины, скажу, это георизм. Вот, я скажу честно, очень много семей здесь, в России, тянут женщины. И, ну, в деревнях есть проблемы у мужчин определенные. И это я с фондом прекрасно знаю. И вот, если вы посмотрите историю последних сто лет, на какую корбу, какие судьбы русские женщины таскали. Это я не думаю, что западная женщина даже близкая. Такого она себе брала. Наташа, расскажи, пожалуйста, а чем тебя покорил Йорк? И отличаются все-таки швейцарские мужчины от русских? Конечно же, да. Настойчивостью, усердностью. Да. Я помню, был момент, когда там, допустим, когда я приехала в Москву, у меня денег не было. Вот. И на счету быстро заканчивались деньги. Естественно, Йорк не мог до меня дозвониться. И тут раз, пролетает денежка в симку. Думаешь, кто это? И сразу звонок. Ну что, ты доступна снова? Я, ну, балдела от этого, конечно. Но было для меня неожиданностью, что вот так вот. Потом каждый раз приезжал с цветами. Это просто каждый день, каждый божий день. Я встречал меня с работы, в метро. Довозил, привозил. Если я говорила, мне надо туда, он все время, давай я тебе помогу. Давай я тебе все сделаю. Зачем ты на метро поедешь? Я тебя довезу. И вот, вот эта настойчивость его, прям, я видела, вот он хочет, он хочет быть со мной и хочет помочь мне. И, естественно, вот меня это тронуло тогда. Сейчас, аж до слез, конечно, я вспоминаю. Да, вы же познакомились в Москве. Да. Ты не жалеешь, что переехала из Москвы в деревню? Нет, я же успела бы там побыть практически два года, вот. Но я приехала в Москву, через две недели мы знакомимся с Йоргом. И он меня начал сюда возить, и я уже начала к этому привыкать, что нисколько не жалею, потому что у нас сейчас такое хозяйство, такая деревня прекрасная. Вот и, вот. И у вас двое детей. У нас двое детей. Расскажите, как вы их воспитываете? То есть это какие-то швейцарские правила или какие-то русские? То есть вот я знаю, например, что в Германии, не знаю просто как в Швейцарии, но знаю точно, что в Германии детей не принято ругать. Вот что бы они ни делали, хоть, что называется, на голове стоят, ругать их не принято. В России такого нет. В Швейцарии, наверное, тоже нет. Потому что папа у нас никогда не ругается. Ругается только мама. Мама воспитывает, а папа у нас молча посмотрел, сказал, нельзя. И все, дети сразу поняли. А меня они не слушаются, они просто знают, что мама все простит, мама все разрешит. У нас воспитание, наверное, швейцарско-русское. Да? Я просто это привык. Это у меня у отца был, я знаю у деда, чтобы даже, но если меня голос чуть поднять, это уже так-то вообще вот это. Это, ну, как сказать, быть определенным авторитетом. Чтобы, например, руки покляться, такого вообще быть не может. Просто взгляд, посмотрел, и они уже поняли. А потом есть еще такая технология, например, если ты хочешь ребенок что-то сказать. Желательно, нельзя ему напрямую говорить. А вот, ну, например, сейчас мы здесь сидим, да, скажем, дети там играют. У детей есть такая способность, всегда уши, они очень большие, еще слушают. И тогда, например, если я хотел им что-то перенести, я мог, например, тебе какой-то пример. Ты знаешь, я там знакомый у друга, там сын, он такой-то, такой-то, и там-то, так-то, так-то. Самая хорошая вещь. Они это сразу захвачивают. Потому что они же всегда, вот если ты прямой ему говоришь, это одно. Это тоже такая тактика, которую можно... Потому что дети всегда слушают, им интересно, что взрослые разговаривают. А вы считаете себя счастливой семьей? Я думаю, да. Расскажите, в чем заключается вот это счастье по-русски? Семейное счастье по-русски. Когда ты знаешь, что рядом кто-то есть, который тебя понимает... В жизни всякие бывают. Это не бывает. Всякие случаи, да. Что это все вот так, но я в сказках не живу. Все бывает. Но что бы ни было, что можно всегда, вот, все, на все можно поговорить. Все можно решать. Поэтому я, вот это, вот это у нас действительно есть. Мы можем вот, ну, опять посидеть, поговорить. Да, главное разговаривать друг другом. Потом мы совместно вот это деревня подняли, да. Это же наши детишки, да. Я говорю, вот я, даже вот Дом культуры, да, я ее строил. А уют там все внутри. Что часто еще делается, это все она делает. И тогда получается, и она свое душу вкладывает туда. И как-то только ты душу вкладываешь, это уже, ты чувствуешь тоже, это как-то, ну, свое, да. И это, конечно, счастье как-то это можешь сделать вдвоем. Юрк, у меня осталось три вопроса, которые я задаю всем своим гостям. Ты готов? Угу. Ну, первое, что я, я с малого начинаю, гостеприимство. И считаю, такой вот это открытое душа, вот это открытое сердце, чтобы принимать. Второе, это такое, ну, не может быть душа, менталя, как вот это, русский на все согласен, кроме голодовка. Это такой вот, ну, с ним дело чего угодно, кроме вот голодовка. Но самое главное, вот как-то меня спрашивают, вот характеризирует русский, вот здесь для меня только есть одно помнить, вот это игрушка Ванька-встанька. Вот эта игрушка опрессует полностью все от русских. Что с ним не случилось? Как, может быть, даже удастся его гонять на коле? Он все равно встанет. И как-то я в Европе разговаривал с людьми, понимаете, это не случайно. Ваньке, встаньте. Это не может быть ни французский, это не может быть немецкий, ни швейцарский, ни вот... Это действительно только русский. Поэтому как-то, я даже русскому, как-то вам тяжело, это у вас, это ваша игрушка. И я считаю, вот это обрисует, по-другому даже объяснить не им, это самое хорошее объяснение вот русского человека, русский характер, русской души. Вот эта игрушка Ванька-встанька. Три вещи, к которым ты никак не можешь привыкнуть в России. Беспорядок нам, рабочее место. Вот это меня, да. Потом как-то опоздают. Вот это... Вот 26 лет живу здесь, но для меня пунктуальность, она вот, ну не идет. Если договариваться в 5 часов, я скажу честно, я без 10, без 5 я там. Не люблю, что меня ждали. Вот это. И еще одно тоже вот, не могу привыкать к этому. Вот как-то, например, идет праздник. У нас же в Швейцарии как было? Вот мать знает, там приезжает 5 человек. Она готовит прямо на 5 человек. И главное, чтобы все съели. Это мы уже говорили, что ничего не осталось. А здесь все складывают. Это культура такая, они против них. Но для меня вот это все равно как-то остается. Мне в душу это не... Для меня важно, чтобы все съели, все. Вот эти три момента. Что русскому нужно для счастья? Баня. Это, я думаю, это один пункт, который ему точно помогает на счастье. А потом, я думаю, вот это, скажем, свобода, как рыбалка, охота. Уйти. Или для мужчины гараж. Почему русский мужчина гараж? Чтобы выйти из квартиры. Чтобы просто из этой домашней квартиры просто ходить в гараж. Там его никто не дергает. Печки топить. Вот это свобода. Спасибо вам большое, что вы провели эти дни с нами. Мне кажется, главное помнить, что хорошо там, где мы есть. Спасибо, что показали нам эти прекрасные места своими глазами. Спасибо, что развиваете русскую деревню. Мне кажется, что мы действительно очень душевно провели с вами эти дни. Спасибо. А я напомню, это был проект «Мы и они», и я его автор Мария Шахова. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и обязательно пишите комментарии. Мы все читаем. И, конечно же, подписывайтесь на наш БК и Телеграм-канал. Ведь все, что не вошло в основной выпуск, теперь будет там. Субтитры пропал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok